Здравствуйте, уважаемые зрители канала Политсигнал, слушатели, а также просто любопытные случайность сюда заглянувшие. 5 января я опубликал ролик про сестер Хачатурян, в котором изложил свой взгляд на всю эту ужасную историю. Понимаю, слушать бывает тяжело, не только потому, что я не диктор центрального телевидения и даже не Андрей Малахов, но и что история сама по себе ужасная и непростая. То, что она очень непростая, это видно по вашим комментариям, которые вы оставили к видео. Есть комменты, которым не нравится моя позиция, мое видение ситуации, но слава богу, есть и другие комменты, которые меня поддержали. Спасибо и тем, и другим. Это, с одной стороны, хорошо. Это говорит о том, что у нас есть свободное гражданское общество, где каждый может высказать свое мнение, отличное от других. С другой стороны, хочу отметить, что не у всех слушателей хватает терпения дослушать ролик до конца и понять, что говорит автор. Считаю, что это очень плохо, тем более плохо, когда обсуждение скатывается на личности и оскорбления. В принципе, мне все равно. Я толстокожий, морозоустойчивый, непробиваемый и на голове у меня каска. Пишите, что хотите. Просто это характеризует вас с не очень хорошей стороны, да и карму может подпортить. В крайнем случае, буду убирать ваши комменты, если они вызовут у меня прилив яростной ярости. Вот так. Продолжаем далее. Из комментов понятно, что люди в основном находят инфу в интернете и составляют собственное мнение по этой инфе, с которым уже бывает трудно что-либо сделать, то есть переубедить. Даже конкретные факты отвергаются или все переворачивается с ног на голову. Что в этом случае делать, спросите вы. Как что? Приводить факты и только факты. Реальные факты и только факты. Если человек заблуждается, то он может начать их воспринимать, эти факты. А если человек невменяшка, находится в другом мире или заинтересован в другом исходе дела, то это тоже станет явным рано или поздно. А что делать? Такова реальность. Невменяшки однозначно существуют. Так же, как и заинтересованные лица. Поэтому предлагаю вам прослушать пару публикаций с самыми последними новостями о деле сестер Хачатурян. Будьте в курсе. Знайте точную информацию. Итак, начинаем. Итак, читаем последние сообщения из газеты Комсомольской правды о деле сестер Хачатурян. Газета Комсомольская правда от 27 декабря 2019 года. Генпрокуратура не утвердила обвинения против сестер Хачатурян, но Следственный комитет пытался обжаловать это решение. По данным источника Комсомольской правды, в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в Следственный комитет на доследование. Автор текста Дина Карпицкая. Еще в самом начале декабря все материалы уголовного дела Ангелины, Кристины и Марии были переданы в Генпрокуратуру. Прошел почти месяц и никакой официальной бумаги от ведомства утвердить дело и направить в суд или вернуть на доработку в следственные органы пока так и не было. Изначальный 10-дневный срок прошел, прокуратура продлила время рассмотрения вопроса еще на месяц, но похоже за это время произошли кое-какие события. По данным источников, близких к расследованию дела, заместитель генерального прокурора отказался утверждать обвинение, найдя в нем нарушение Уголовно-процессуального кодекса. Связаны они с квалификацией дела или другими нюансами, не уточняется. Но получив дело назад, следователи обжаловали это решение опять же в Генпрокуратуру, подав бумагу главе ведомства Юрию Чайки. Напомним, что в Главном управлении Следственного комитета не посчитали нужным переквалифицировать статью убийства группой лиц по предварительному сговору, несмотря на то, что одна из сестер признана невменяемой на момент совершения преступления, а вторая сразу выбежала за дверь квартиры. И даже несмотря на то, что многочисленными судебными экспертизами доказаны факты многолетнего насилия со стороны убитого Михаила Хачатурян. Защитники девочек обжаловали данное решение, подав в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного дела и получив отказ, пошли с бумагой в прокуратуру. Но никакого ответа пока не получили. Не в курсе о положении дел адвокаты и сейчас. Они говорят, никаких официальных уведомлений мы не получали, ждем. Далее. Кроме того, сегодня стало известно, что продления меры пресечения не будет. Следователи ГУССК не вышли с данной инициативой в суд и ограничение свободы будет автоматически снято всем троим 28 декабря 2019 года. Сестрам снимут электронные браслеты и они могут свободно перемещаться по городу в любое время суток. Но общаться друг с другом им по-прежнему запрещено. Вот такая последняя информация. Ждем новостей. Как события будут развиваться дальше. Еще в одной публикации от 26 декабря, называющейся «Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, снимут электронные браслеты». Говорится о том, что, однако, ряд запретов в отношении сестер все же все еще остается на общение друг с другом свидетелями уголовного дела и прессой. С самого 27 июля 2018 года, дня убийства Михаила Хачатуряна, отца сестер, в котором их обвиняют, Ангелина, Кристина и Мария, так или иначе были ограничены в свободе. Двое суток они находились в ИВС, затем два месяца СИЗО, куда их отправил Останкинский суд. А после того, как дело забрали из районного следственного комитета в главное следственное управление СК РФ, случилось нечто невозможное для нашей правоохранительной системы. Всех троих отправили по домам, под новую для России меру пресечения, запрет определенных действий. И это, несмотря на особо тяжкую статью обвинения, убийство группой лиц по предварительному сговору и многолетнюю практику. Если кто-то попал в СИЗО, то выйдешь оттуда только после приговора суда или уедешь на зону, тоже после приговора суда. Им запретили общение между собой, использовать интернет, выходить из дома с 21.00 до 7.00 утра и еще ряд ограничений, объяснил КП адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер. Каждые два месяца, как и положено по УПК, меру пресечения продляли. Последнее постановление суда по мере пресечения действует до 28 декабря 2019 года. И судя по всему, этим днем оно и закончит свое действие. Новое заседание не назначено. Нас обязаны были уведомить за три дня до него. А завтра уже 27.00. С какими-либо изменениями и инициативами следователь не вышел. То есть ограничение на свободу будет снято. Но все остальное, не общаться друг с другом и со СМИ, не использовать интернет и другое, это все остается. Эти ограничения может отменить только следователь своим постановлением. Тем не менее, все это хороший признак, говорит адвокат Ангелины Алексей Паршин. Ждем новостей в ближайшее время. Каких именно новостей не уточняется. Но, видимо, речь идет о новостях из прокуратуры, где больше двух недель готовят резолюцию по уголовному делу сестер. Либо отправить в суд, либо вернуть в СК на доследование. Напомним, что несмотря на все доказательства и экспертизы, статью убийства так и не переквалифицировали. И никакого решения пока нет. После 10-ти дневного срока, отведенного на рассмотрение документов, Генпрокуратура попросила о продлении еще на месяц. Также нами подано ходатайство в прокуратуру о том, чтобы все же разрешить девушкам встречаться и общаться, или хотя бы встретить вместе Новый год, рассказал защитник самой младшей сестры Марии Ярослав Покулин. Дело закрыто, все доказательства собраны, так что необходимости таких ограничений нет.